Ну что, друзья, вторая карта Dust2 уже начинается, и мы передаем слово нашим комментаторам. Да, поехали. Удачи Спиритом. Работяги на Спиритах, работяги в чате, все сходится. Народная команда Спирит. Ей удачи с их высоким пингом. Хочется интриги и в этом Consolidation Finale. По поводу восьмерки, вот этой винстрика, так вообще 14 из последних 16, начиная с апреля, Спирит и Dust2 выиграли. То есть всего лишь два проиграли. Один Гамбит и один команде G2 в том самом апреле. Вот как-то так. То есть надежда какая-никакая есть, несмотря на пинг, на проигранную первую карту, что оно пойдет. Долгая подготовка первого пистолетного раунда. Выход темный, выход мидл. Кстати, такие комбинации мы вчера вот от Na'Vi видели с Гамбит. И видели, что Гамбит такой пистолетный раунд разыграли. Тогда вспомни, Na'Vi вообще без шансов похоронили. Всех в кучу собрали где-то на мясном ящике. И действительно, это было мясо. Перфект закидывает хаешку минус чоппер. Симпл еще по-прежнему. Шарта не уходит, отстреливается потихонечку. Мэджикс находим фраг по бумачу. Тут хорош пауза, кстати, от Спирит. Покачали-покачали. Выход. Электроника сразу не полетела. Но, тем не менее, тем не менее, это 2 в 3. Причем оба игрока команды Na'Vi сотые вырубают перфекта и бит последний. Очень хорошо отыграли Спирит в микро эти моменты. Постоянно вот они вдвоем открывались, не отпускали ситуации. Да, они выходили, когда их не ждут. То есть, вот, когда Электроник был готов там 2-3 хэдшота ставить, они не вышли. Он только поставил один, и все. Его приговаривают. Бит, конечно, жесткий в клатчах. И Эйс там, мы помним, делал в какой-то из дней, да, выходя как раз-таки с Шарта. Но не сейчас. Спириты начинаются взятого пистолетного раунда. Уже хорошо. Но такое же начало, кстати, у нас было и на Мираже. Дальше двух раундов это все дело не продлилось. Посмотрим, что будет здесь. Пока Na'Vi не особо соглашаются с результатами взятого соперниками пистолетного раунда. Форс в ноль, Скаут на руках. Симпл, кстати, без армора оставляет себе под АВП на будущее остальные игроки с пистолетами, арморами и с гранатами. Бумыч на ЦЗшке. Под флешку тиммейтера пытался сработать. Война за длину начинается, и уже у Электроника остается не слишком много ХП. Бумыч ждет, когда дым рассеется уже по ходу. Граната нет, чтобы сыграть агрессивно. Просто проскочил и впрыгнул в прицел Мэджикса с его кавашом. Прыгнул просто в хедшот. Да. Что выпало? Боря. Экономика должна быть экономичной. Посмотрел, какой пистолет он будет подбирать. Нужна ли ему ЦЗшка. Да. Так, ну и больше пока что Нави... Ну, пока что проверяется шорт. Два под мидом, очень близко. И аккуратно Симпл повесит хедшот или не повесит. То есть здесь больше задача для него, скорее всего, не погибнуть. Но динамик такая, что может со Скаутом двигаться жестко и вырубать. Один находит. Дальше дело не пошло. Минус бит, минус Симпл. За Гэндальфом прячется Электроник. И, в принципе, пока вот спириты не прошли, сейчас будет, наверное, интересно здесь на миду. Инициатива как раз-таки от Люркера. Ну, перфект нашел. Хая под Мира. Неплохо. Хотя не очень много урона в итоге нанесла. Элик дал фраг. Но остался последним Электроник. 23 хп. По шоту каждому даже голова не нужна. Просто в тело. Тут опасно, может быть. Но дабл пик нужен команде Спирит. Налетит у Элика. И все-таки голова от Мира вручает Николай. Очень тонко. Два клаша засейвили, но второй раунд взяли. Очень душно только что Спирит заканчивали раунд. На Ви были близки. Но, тем не менее, Спирит не позволили такому произойти. Коэффициент от наших друзей из пари-матча уже выделяют Тим Спирит. О, прикольно. Фаворитам на второй карте. 1.75 на них двойка. На На Ви, да. Реально. Сразу вот после первой серии. Потому что изначально, если помните, на Спирит где-то 2.5. 2.45 где-то, да, было. Ну, знаешь, если считать это точкой отсчета, и от него колебается как бы по... Ну, вверх-вниз, да, по счету именно на карте. Ну, нормально. Эти коэффициенты можно понять. Еще, не знаю, стычка залог. У нас уже дефолтные пистолеты у рожденных побеждать. В принципе, пытались массой именно выиграть. Не за счет мощи девайсов. За счет того, что их просто много, этих пистолетов. Симпл по итогу. Последний. Ну, опять вот, все дамаженные. То есть, в каком-то мире, в теории, да, такое можно разруливать. То есть, три ваншотных, ну, и один такой на полтора шота. Но тот же самый план, что и против пистолета. Против, точнее, предыдущего раунда разыгрывают Спириты. Масса игроков в пленте, и один вот контролит симпла со спины. Интересно, найдет ли еще кого-то симпл в таком моменте, учитывая хп. Спирит на этот шанс остаются неплохие. Пока не Спирит не знают про симпла, не симпл про Спирит. Вот теперь уже инфа есть про одного, правда, игрока. Костолева. Двоих, про троих. Ну, тут без варианта. Да, информации собрал, воспользоваться не получилось. 3-0. Хороший старт. Уже не два раунда у Спирит. Ну, тут как бы и так действовали нави, что, видишь, сыграли форс. На втором, на третье банально не было денег. Вот сейчас уже начнется у нас оружейная история. У команды нави появляется снайперская винтовка. Декстер. Симпл. Интересно, что будут на первом девайсе нам предлагать и те, и другие. Вот насколько здесь будет инициативная игра в защите от нави. Будут ли они ломать соперника об колено где-то? Или же все-таки вот так вот Спирит просто побегут на базу БРа скидается? Кстати, в переломах, да? Спирит, походу, решили чуть наглее сыграть. Ну, так, заняли быстро позиции под верхней темкой, а дальше идти не планировали. У них один фармган, но это еще не повод. Стримглав просто лететь. Так, Симпл в соло на шарте. Подходит к нему потихонечку электроник. Жесткая, конечно, парочка. Поконтролил Александр нижнюю темную. Перестраивается на пиксель прохода под себя в упор. Тем временем у нас Чоппер доконтролил банку. Ну, почему доконтролил? Потому что вот только что получил смок. В принципе, там можно не оставаться, наверное. Хотя нет, до конца. Дает флешку под шорт. Выгон тиммейтов. Как раз-таки эта флешка от Чоппера была. Ну, и электроника какая-то прилетела. Прогнали по позициям только что. Погиб электроник, погиб Симпл. Бумыч последний вообще живой здесь. Спириты как дома. Оказываются на аппуэнте. Раунд уже заочно выигран. Он по планету никуда не идет. И более того, Сандаянг на охоте там. Так, разворачивается резко назад в темной. Пошли. Догонялки кошки-мышки. Так что за беготня. Теперь уже бит охотник. У Сандаянга маг десятый. По идее, можно было бы и остаться, наверное, в темной. Был, конечно, хороший запас по гранатам. Возможно, не хотел вот он тратить арморы и гранаты. Не рисковать здесь. Тем более, что дэмэдж какой-то штрафной получил. И, видимо, решил отказаться от дуэли. Понял, что, ну, знаешь, подкараулить спину никого уже не удастся. Никто не ушел. Растерянных позиций не будет. И я свои бонусные фарм-деньги не заработаю. Но по итогу отдался. Вот без шансов абсолютно. Сейв 3 в 3. Бомба совсем скоро взорвется. У Спиритов будет уже четвертый раунд. Уже хороший старт. Вчера сами Нави начинали против Гамбит, по-моему, со счета 5-0. На Дасте именно. Где-то так, да, и было. Ну, красиво сыграли Спирит. Все, что остается отметить. Сначала хаешками продавили симпла в позиции. Потом прошли уже вот так вот до контакта. Даже не давая свою раскидку. То есть пока четкий рисунок. Четко понимают, как Нави играют, что немаловажно. И Спириты претендуют на серьезную заробу. На своем выборе. Очень бы этого хотелось, чтобы Спириты действительно собрались и показали свой максимум. Потому что, ну, для команды, которая сейчас проигрывает, это последняя игра на мигире. Да, разрыв там в РМР-поинтах, наверное, уже не столь значителен. Хотя, ну, там 200-250, возможно, по результатам третьего РМР-а кому-то не хватит. Это будет очень неприятно и обидно. Поэтому стараться в любом случае стоит. Так, бита забрасывает двумя смоками. Привлекает это внимание одного из опорников базы Б. Это, кстати, электроник. Помним, как сейчас работали эти парни. Поменялись, видишь, местами. Обычный элик, то есть с КТ действовал, а бит с Б. А вот здесь наоборот. Здесь пока не дают работать ни электронику, ни биту в принципе. Минута 0-5. Набрасывается ХЕ. Но вчера сток сплитов от команды Гамбит в атаке был на базу Б. Я думаю, что они, наверное, уже, ну, я имею в виду, научили Нави. Нави примерно понимают, как здесь нужно сопротивляться, взаимодействовать. Перфекта за машиной. Один слева, один справа. Параллельным курсом сгорает. Замес вообще на меду. Гранаты работаются нормально. Все еще не видели, где Перфект в позиции. Мир только сейчас его вскрывает и оставляет бумача один в два. Жестко. То есть отработали до конца спирит и, знаешь, не стали лететь стримглав, как это вот... Ну, в некоторых моментах вчера у Гамбит, помнишь, было? Это пачка была? Это пачка была. Это... Две пачки было. Одна пачка по сопернику и одна пачка выпала. Но приходит вот Декстер и решает вопросики, как бы, вот момент уверенности и действительно такой немножко наглости повеселил. Этот моментик Абдула жестко, жестко того, наверное, чего не хватало на карте Мираж. 5-0. Ну, такая оттяжка по таймингу только что была от спирит. Вроде бы все знали нами про их позиционку. Парни просто стояли в районе грибов под тэшкой. Гранаты закончились, спирит все халдели, халдели и дожидались своей возможности. И дождались по итогу красавцы. 5 подряд выигрывают. Здесь, ну, наверное, чудо, чтобы муч не погибает. И не нашлось очередной энтри по Na'Vi. Да, ну, разменялись. Смог на старт, смог в банку. Успели пробросить игроки защиты. Никаких соприкосновений с соперником до этого момента не было. Все с стопроцентным здоровьем. И решили все-таки спириты отказаться от дальнейшего выхода на лонг. Смачок на петлю. Аккуратненькое занятие меда в пятером. Так, ответный смог наш шорт. Молик. Симпл, в принципе, готов врываться с энтри фрагом и уходить здесь. Там попутно ему набрасывают флешки. Делает, кстати, электроник. Ну, Симпло уже проходили в этой позиции. Дальнего выцепил. Это был мир. Шальная залетела. Шальная разрывная. Все, минус один игрок для Спирит в этом раунде оказывается. Еще один смог на шорт. Ну, вот, кстати, в этом моменте спириты должны думать, что, возможно, под этот смог стянется кто-то. Такое тоже на ави мостаки разыгрывать. Поэтому, ну, рисковать сейчас как-то, заходить, наверное, все же не стоит. И, кстати, времени останется очень мало для выхода, если это шорт до конца. Так, пошел у нас под базу Б. Чоппер. На 30-й секунде смог залетел. Электроник упор играет. Да, вот видишь, о чем я говорил. Ну, Элик все услышал только что. Отход пошел, выход мидл. Кстати, вот чего? Минус 4 игрока на ави на сервере просто за пару секунд. Знаю, что префекта где-то под Б должен находиться. 6-5. Ну, тут шли загонять в любом случае. Этих 6 секунд должно было хватить. Вот мы не видели, там КТ выцепили. Вот эти, наверное, два основополагающих фрага, на самом деле, от Спирит были. Понятно, что на базу Б они двумя фронтами заходили. А вот с КТ, конечно, расправились. То есть, опять же, сделали упор сначала на хелпу, а потом на заход. Мы делаем упор на коэффициенты от наших друзей по рематчу. 3.75 на команду Нави, 1.25 на Спирит. Это все на вторую. Обратите свое внимание. Также обратите внимание, конечно же, на любимый баннер. Вот по рематчу со 100% бонусом к первому депозиту. Смотрим дальше. Ну, учитывая то, что не было никакой инфы по КТ в том раунде, Электроник прыгнул на уверенности, конечно, сильно рискуя. Как вчера это жестко работало у Нави, кстати. Как они принимали гамбит, постоянно сплитующих базу Б. Ну, частенько, скажем так, непостоянно. Как сейчас не получается от этого момента вернуться. Плана-то или нет, вот тоже. Ну, тут прям все погибли по итогу. Нави в момент выхода Спирит еще на центр. То есть, сколько мы уже сплита 3 видели точно, да? Да, где-то так и есть. И продолжают давить на, как кажется, Спиритом больное место. Ну, вчера мы толком не видели апплента от Нави. Может быть, в этом как раз расчет. Они прекрасно понимают, как тут работают связки. Но при этом по датам не настолько много информации за вчерашнюю игру. То есть, вчера мы, знаешь, с тобой рассуждали, типа, это, возможно, план от гамбит, столько сплитов ходить. А Нафаня потом в интервью говорит, что мы делали просто не характерные вещи. Местами там дичь, да? Приходилось выкручиваться. А вот тут это выглядит действительно как план. Так, ну и пока пистолеты не получается реализовать в команде Нави. Остается Симпл и Перфекта. Перфекта возвращается на базу Б. Симпл отыгрывает Лонг в соло. Все же выход здесь так или иначе будет. И либо супер шикарное что-то от Перфекта, либо базу Б не спасти. Седьмой раунд для команды Спирита. Будет отличный старт Перфекта. Верит в него наш обсервер. Перфект верит в себя. Первый фраг. Патронов совсем мало. Надо было строго хедшотами разбираться дальше. Но нет, нет. Еще раз нет. Симпл утерять нечего, кроме Дегла. А вот команде Спирит можно парочку девайсов все же отцепить. Непонятно, как дальше тут дело пойдет. Еще в первой половине. То есть, в принципе, до экватора мы сейчас доходим. Но еще половину нужно сыграть. Ну, все равно 7-0. Спирит начинают. Вспомните, как все было нелегко на Мираже. Все, по ходу пинг стал не 60, а 30 нужных игроков. И парни реально жестко собрались. Ну, кстати, вот момент, который бы я реально добавил в худые вообще на всех турнирах. То есть, чтобы зрители тоже видели. Бухл онлайна точно. С этой стороны, да, анализировали ситуацию. Типа в какие-то моменты вы просто понимали бы, что это возможно из-за этого. Это было бы прикольно. Ну, пока так. И пока в любом случае. Пока это секретная информация. Ну, для Спирит все красиво складывается. Это главное, наверное. Да. Просто 7-0. Традиции надо соблюдать. Традиционная команда Спирит. Первую проигрываем, вторую забираем. Ох, мастера мариновки соперника. Меньше, чем три карты парни не катают. Посмотрим. Рано на самом деле говорить. Гамбиты вчера против Na'Vi возвращались. Все же попытка, отчаянное сопротивление была. Просто не хватило дистанции первой половины. Вот как у Na'Vi с этим будут обстоять дела. Откровенный врывок электроника вместе с Симплом на шорт. Получается сделать фраг только у Элика. Дальше флешечка еще была под Симпла. Ну и вот отскочить не удалось. Уже теряют этот дуэт. Под бета прилетает Молик. Он не решает стратить свой смог. Пошел выход. Минус Валерий. Бумыч один с Фамосом. Мир просто мрачный жнец какой-то. Ходит по шорту. Всех спиливает с карты. Остается только Бумыч с его тройкой хп. Одного вот Самдаянга смог выцепить. По хп есть просадки. У Мира и у Чопера. Но важный момент то, что спирит просто забили на Бумыча. По крайней мере в этой стадии раунда. И решили сыграть на бомбу. В первую очередь. И соответственно на раунд конечно. Да, но Бумыч не забил на себя самого. Будет сейвить АК. Пытаться по крайней мере делать это. Пошло его вычисление. И приближение беды. Вот на самом деле. И так денег нет. Каллаж Бетт конечно пригодился серьезно. Но спириты большие молодцы. Очень большие. Реально молодцы. Несмотря ни на что. Но второго. Сначала не ждал. Потом ждал. Но уже было поздно. Чопер вонзил в свою голову. Хедшотом. И 8-0. Сухая первая половина. Железная дисциплина. Пока что вот спирит постоянно вот доигрывает раунды на 100%. Даже здесь. 3 в 1. Есть инфа, что красный. Забили парню на Бумыча на какой-то момент. Сыграли на бомбу сначала. Мир прострелом через голову тиммейта делает фрэк по сопернику. Вау. И даже это не проблема. И даже это пока не проблема для спирит. 8 подряд. При том, что сейчас у Na'Vi пистолеты и арморы. Есть привычка, конечно, у многих команд именно с таких закупов возвращаться в игру. Но тут начало уже неутешительное. Случайные тайминги в сторону более ранних. Бит. Хедшот. У него еще и тиммейт запасной за его спиной. Даже если его убивают, будет включаться перфекта. Но нет. Нет, снова мир. Но ничего страшного. Ничего страшного. Горется, смок не стена. Тиммейт, в принципе, тоже не стена. Можно через него стрелять. Лучше так. Чем не будешь стрелять ты. И как бы твой тиммейт не убивает перед тобой. И по итогу вас забирают двоих. Короче, это такая логичная история. Электроник последний. Два дамажных. Один сотый. Базу B не спасти. В плане того, что бомба в любом случае здесь будет ставиться. Немного, кстати, через паузу действует спирит. И то есть ждали, что Элик на момент установки бомбы, возможно, будет удивлять. Но нет. Удивления здесь не будет пока. Электроник меняет позицию. Девайсы лежат далеко. Ну и Элик просто идет под тэшку. Потенциально, возможно, срежет кого-то из игроков. И тогда уже вцепится в девайс. Причем, любопытно, первым принимает как раз фуловый Декстер. У которого АВП еще и ко всему. Отцепить бы от этого паровозика парочку вагонов Элику. Как он для себя это задумал. Отцепил только сам Даянга. Ну, в принципе, тоже неплохо. То есть раунд всего лишь пистолеты, казалось бы. С другой стороны, сейчас у вас будет закупка. У Na'Vi денег, да, хорошо. Я говорю, тут как бы просто нужна серия. На Na'Vi нужно искать любую возможность. Сделать эту серию. Оттолкнуться от раунда. Но уже у тебя есть фундамент. Где-то в будущем скажется, возможно, эта экономика. И типа больше раундов ты заберешь. Больше или плюс один раунд сыграешь на хлипкой экономике своего соперника. Короче, такая долгоиграющая плана. Которые могут, в принципе, не оправдать себя. Размен флешками у нас на лонге. Успевают пробрать смок. Игроки защиты спирита не выходят. Начинается все с нижней темной. С суицида у нас авик тоже не уходит. Под контролем бомба. Подбирается она, кстати, Декстером. Но нет никаких контактов. Мы подшучивали про то, что в матчах спирит можно сразу с третьей карты начинать. Но, походу, команда это всерьез восприняли. Одни залили первую карту, вторую вторую. И вот на Инферно порубится. Это пока такое впечатление складывается. Классный сетап. Бумыч все еще не видели. Симпло флешкой сгоняет. Бумыч под себя тоже флешу получил. Элик погиб. Трое там было. Но просто Борис Бритва включается. Срезает всю команду Na'Vi с этих позиций. Не, ну аккуратно. Очень аккуратно разыграли по флешке. Каждую позицию все проверили. То есть не удовлетворились единственные. Понимали, что там уже Элик с Симплом вдвоем играли. Почему бы им не сыграть так повторно? Но был бумыч. Попал под раздачу. Ну, из приятных новостей для Na'Vi все, в принципе, поблизости с гуще событий находятся. Из неприятных это все равно не спасает. Только что дали фраг по перфекту. Битву с поле в позицию. Ну, можно опять же идти под Б. Да, этим и занимается бомбкерри все это время. По миникарте можем и наблюдать. Опять Спирит планирует. Да, раунд мы выиграем, естественно. Но будем до последнего терзать из вас девайсы. Так, ну симпл. Симпл тайм. Первая попытка неудачна. Отцепить снайперскую винтовку. Тут можно пропрыгнуть и, в принципе, не сопротивляться. Но симпл намного коварнее решил действовать. И за это был наказан Декстером. Не убирал тот прицел. Несмотря на то, что динамика от Симпла была, движение какое-то. Но остался в позиции. Бит возвращается за снайперскую винтовку. Кай, что? Красивенько, красивенько сыграно. Мастер хедшотов. Просто хедшот-машина. Лучший в мире по результатам 2021 года. Пока что 68,8 у него было вот несколько дней назад. Вот это поворот. Побоялся забирать в итоге АВП. Ограничился просто пачкой минусов со своей стороны. Импакт не стопроцентный в итоге. Но, опять же, он знал, что где-то Декстер. И, скорее всего, он басет. Давик. И попытается не отпустить. Повтор от Мэджикса. Первого увидел сразу. Второго заметил. Коктейлем и не помешал в этом моменте. Декстер, который ожидал какой дерзости. 10-0. 10-0 просто. Вчера Na'Vi просто покромсали лучшую команду мира на этом Дасте, которую против рожденных побеждать и пикнули. Сегодня Спирит, которые являются андердогом сегодняшнего дня. Может, подрасслабились, Na'Vi. То есть вопрос мотивации как-то здесь решают. То есть такая простая первая карта была. Окей, смотрим, что будет здесь. Тут не до конца понятно. Два мулька прилетают у нас, кстати, на окно. Вот атаки. Сами себе выжигают позиции под занимание под этим самым окном. Но пока Na'Vi не врываются. Калаш подходит потихонечку. Два пистолета в упоре. Будет ли темная? А нужна ли темная? Обратите внимание. Там вообще с Титаника смотрит все это дело Борис. То есть он сразу передает информацию. И разворачивается Декстер, если что. Но тут еще попробуй пройти. Мэджикс на себе держит. Декстер только для последнего. Соперника был нужен. И после эндри фрага от Na'Vi не остается ровным счетом ничего. Верега? Нет. Даже он не сможет найти фраг для своей команды. Так. Против кого там? Против Астралит Спирит 15-0 половина выиграли? Кстати, да. Слушай, я и забыл про это. У нас пока 4 энтри. Вот один из них как раз. Перед нами. 4 из 11 получается. То есть 7 на 4. Простейшая математика. Простейшая математика, что когда команда 8 подряд дастов выигрывает, это не может быть случайностью походу. Сейчас вот Спирит на таком жестком фокусе настроя вообще ничего им не мешает. Там ни пинг, ни статус соперника. Не то, как первую карту досадно проиграли. Работяги, работяги. Реально, вот как наши студеналитики парни сказали, Тони. Работяги. Потеют вопреки. Не благодаря там чему-то. Вот вопреки борются с пингом, борются с этапами в отелях, борются с командой, которая выносит тебя вперед ногами с картой Мираж. И все равно силы имеются. Это очень прекрасно для интриги сегодняшнего дня. Финального. Просто шик какой-то. Так, ну и выход миддл. Опять же полетели коктейли смаки. Жесткий спрейдаун. Мэджикс 12. Мир 54. Но все равно энтри фраг за Тим Спирит находится. Бит один. Его отбежают. И тут синхронный выход. Команда Na'Vi уже стрелять не успевает. Не то, что выигрывать дуэли, они не успевают нажать на спусковой крючок при встрече с Тим Спирит. Так быстро их смывают с карты. Надо сейвить Na'Vi. Ничего тут не попишешь. Опять же денег нет. Но вот думать уже не об этом раунде, а возможно о следующем. 12-0 будет. То есть остаток это 3. Для рожденных побеждать. Симпл уносит под занавес Чоппера в этом раунде. Аккуратный сейв. Причем, кстати, ну, сейв. Уход от бомбы. Еще с шансами там забрать. У нас КТ, Декстер. Неважно, потеряет он снайперскую винтовку или нет. Денег. Вагон и маленькая тележка. Ствол выползает. А два века, да, до парня в сатарном? Прегвоздил вообще просто. Как-то Элик сам себе не поверил. То есть он в голову попал и... И никто не умирает. Сам Дианг забрал ВП, сказал, это мое. Это Декстер. Ну, да. В данном случае команда. Это наша. 12-0. Как мы здесь оказались, простите? За полчасика сейчас Дастик раскатаем и будем инферно наслаждаться. Мираж относительно в салат. Но на фоне того, что сейчас на Дасте происходит вообще... Насколько много плакатов фанатов команды Spirit появится у нас на виртуальной StarLadder трибуне? Вопросик актуальный, интересный, конечно. Но пока... В конце очки его двое заседают в эпицентр. Пытались разыграть ближнего. Ближнего здесь не было, но получают в распоряжении уже. Мидл можно опять же разбрасываться с маками и пытаться делать сплит на базу Б. То, что до этого момента, ну, чуть ли не идеально у Spirit работать. Ну, по счету идеально. То есть не было не идеального, получается. Выхода. Так. И как у нас А отыграет? Вообще без внимания. То есть на просвете даже никто не смотрит в КТ. То есть прилетят туда смоки или нет. Как раз-таки этот момент смотрит в бит. И вот от его информации будут отталкиваться рожденные и побеждать. Смог Молик. Смог Молик. И тут что, будет пикать? Тут качекс уже в упоре находится. А вот и он. А вот и дуэль, которую Перфект не смог выиграть сразу. Есть, правда, работа по всей карте. Хаешка от мира филигранная. 4 в 3. Оказывается, атака в большинстве, но по хп просели сильно. Да, и вот, кстати, неплохие шансы унавидно взять первого раунда. Смока нет, кстати. Что у нас? Лонг. Есть только коктейли. Люркера вообще ждут. Бумыч до конца досматривает банку. Бомба не ставится. Вот только сейчас. Да, нет смока, поэтому приходится тут акробатическими номерами выкручиваться. За счет ранбустика проскок. Наверное, все для себя раунд уже закончили, да? Ну, судя по тому, что Бумыч вообще не шелохнулся. Как и Симпл. Да. Парни просто уже забили на бпн, сказали, ребята, у вас там своя история. Ну, 13-13. Ну, там, в принципе, эти прострелы через смог были. Вероятно, не знаю даже про то, что битая часть игроков. И думаю, что это просто сухой 3 в 4, где у вас толком и позиции нет. Скорее всего, так оно и есть. Да, и деньги тоже нужны на Ави. Немного смущает, что, видишь, сейчас Team Spirit играют на авторитет какой-то, что у команды хорошо получается база Б, и Нави ждут, что... Ну, гэмбли, да, что когда-то эта история должна закончиться, и сейчас Spirit типа такие, так, мы сыграли на имидж, много Б, сейчас будем А играть. Но предугадать события не удается. Пока есть невероятно важная информация для вас, товарищи. Наши друзья из париматча разыгрывают 15 тысяч долларов в финале. Можете делать свои прогнозы на специальные события по типу количества ноу-скопов, опен-фрагов и так далее. Все инфа по ссылке pmb.gg.rmr. Переходите, участвуйте в финал уже совсем скоро. Или нет? Ну, сегодня. Сегодня, да. Ну, а Spirit и за то, чтобы продлить здесь историю этого консолидейшн файнала. Пошел пуш, электроника, такого мы, по-моему, кстати, ни разу здесь не видели. Да, разыгрывают. Вчера, кстати, видели такой момент. Бит его там проходит из-за спины. Симпл есть на шорте. Он смотрит нижнюю темную. То есть, в принципе, треугольник этот разобрали. Каждый каждому все смотрит. Элик уже точно не уходит. Элику надо отбиваться. Делает это. Его здесь абсолютно не ждали. Два фрага наворачивает. Стелится смоком так, чтобы не приняли. Но за секунду до этого смока Леонид Вишняков ставит точку истории электроника на центральной части карты. Но два энтрии добыты. Неплохо. Размен единожды только поступил. Начало хорошее. Осталось не отпустить этот момент действительно. Сандаянг перепроверяет со своим тиммейтом. Боба у них лежит в нижней. И пока в целом по рассловке Нави ничего непонятно для Spirit. Нави 2 плюс 2 решают играть, в принципе. Бит смотрит под центр потенциально. И Перфект отвечает за Тэшку. Уже и Бит вернулся. И как раз тут-то Нави и угадывают, по идее. Убита ХАЕшка на руках. Может немного с ней не успеть. Да. И туда полетела. Но все равно выход на Б это не изменить. Перфектович не перепроверяет позицию Ильи. И это момент, конечно, роковой. Подождите. 16 секунд. Бомба на руках. Все нормально. Пытается стелиться. Так, чтобы не прошили. Но походу. Причем Декстер. Да ладно, он будет это тащить. Просто морозится. 7 секунд. Так. Расспевает поставить бомбу. Врыв с окна. Обеспечен ему. Это фейк. Ай-яй-яй-яй. Переигран на этом моменте. Оказался все-таки Декстер. Найс трайл. Бум еще 4 хп. Через текстуру залетел пуля. Он не понял, что попал. Он не понял, что попал. Понял бы, пошел бы с Деглом допушивать до конца. Ну вот они, кошки-мышки, которые все же выиграли. Нави в этом моменте. Давайте еще раз посмотрим. Декстер. Так потел за весь раунд. Прекрасно понимал ситуацию, что отпускать нельзя. Но ничего не поделаешь временами. Первый раунд для Нави. Можем их поздравить. Не 16-0. Минуту назад твиттер Нави твитит, что даст плохо. Как-то идет у Нави. Нави сразу берут раунд. Надо было раньше твитить. Получается. Вот так-то работает. Кстати, снова с Эндри. Нави начинает этот раунд. Забирают героя прошлого раунда. Декстера. Ну как. Несостоявшегося героя. Который немного не... Не, ну если бы Декстер, я бы такое взял. На этом все уже. Мы все прекрасно понимаем. Можно, наверное, карту заканчивать. То есть 14-0. У вас только один раунд в запасе. Если вы проигрываете пистолетку Лифорс, все заканчивается. Ну вот смотрим. Две снайперские винтовки. Электроник у нас в точке. За лонг отвечает Бумыч. Со снайперской винтовкой. Это поворот. И Спириты уже имеют распоряжение и шорт. Ну, стыковых позиций, кстати, нет. Чоппер делает минус по симплу. Это мидл. То есть минус один Амик. Остается на профильном снайпере в позиции симпла частенько, которую занимает Бумыч. Ну, посмотрим, как Бумыч будет работать. Косплей симпла сейчас увидим. Тут могут и Спирит быть чуть поспокойнее. Симплата они убили. А вот вам здравствуйте, Бумыч с АВП. Тут как тут оказался. Флешка Элику за спину, под которую тот, возможно, должен был пикать. Этого, кстати, в моменты Спириты и ждут. Элик не пикает. Как будто меня здесь и нет. И флешка типа потрачена просто так. Мэджикс минус бит. Электроник врывается в эту перестрелку одним хедшотом. Держит на прицеле вроде бы второго. Но сам Дайанг тоже делает то же самое. Коктейль такой, конечно, не совсем понятный в этом моменте. Не разобрались по коммуникации. Уфори Мэджикс дает квикс-кол по электронику. Перфекта. Увидел снайпера. Бумбу даст поставить. Да, успели. Ну и теперь 1-2 с коктейлем на руках. Там, скорее всего, вдвоем будут пикать сразу по этому коктейлю. Флешка. 12 патронов. Кстати, на все про все. Перфекта пошел пик. Спред, не голова. Три патрона. И не револдится. Голоши по пути. Расстрелы жесткие. Три ккб Мэджикс. Одного забрал. Второго видит Перфекта. Берет раунд для Нави. Забирает все же и 15-й. Если по общему счету раундов, но только второй конкретно для команды Нави. Придушил дракона, конечно, сейчас Перфекта. В прямом и переносном смысле. Ну, жестко. Просто никто не рисковал даже открыться. Пытались, конечно, морозиться здесь до конца на бомбу. Перфекта понимал это и воспользовался этим моментом, что они точно не будут... Ну, как бы если бы уже пикали вдвоем, то уже бы точно пикнули. Но этот момент был упущен. Попытались синхронизировать свои действия, но уже Перфекта делает первый фраг, точно знает, где второй. Переводится. И вот, пожалуйста. Все. Сразу карту DAS 2. Закрасили в желто-черные цвета. Два раунда. Выиграли Нави по итогу первой половины. Но два последних, так что, может быть, какой-то плюс мораль все уже смогли для себя найти. По окончанию вот такой тяжелой половины. Посмотрим, что будет в... О! Кстати, вчера то же самое делали. Пистолетчики не меняем от игры с Гамбит. Ну, и времени не было. Время было единственное, на что поспать. И вот спириты, скорее всего, этот матч смотрели. Посмотрим, что... Ну, как они относятся к такому пистолетному раунду. Проход шорта уже был. Мирно чекал. Перестраивается чуть подальше у нас защита на точке А. Так, чтобы в упор не прилетело с Глоков и ПДС 50-го. Есть у Симпла? Да, традиционно. Какой тайминг для флешки. Сразу Симпла как раз и вырубили в этом эпизоде. Ну, и после этого атака сразу идет через шор. Здесь за машиной. Декстер пытается отстреливаться только на один фраг. Мэджикс спалился на гусе, но особо импакта пока не внес. Мэджикс. Крауч пик против него. Бумыч врывается с двумя фрагами. Перфекта еще один. Очередной клатч для Ильи. Илья против Виктора. Виктор против Ильи. Фейк на бомбу. Времени вагон. Торопится сам Даянк так, чтобы уловить точно момент установки бомбы. Он же выходит. Не успевает чуточку это сделать. Перфекта мансуется. Уверен в своем глаке. Ну, и попутно, кстати, тащит время. Это его, в принципе, устраивает. Единственное, что его не устраивает, шальной хэдшот. Ну, шального хэдшота, может быть, и не было. Сам Даянк просто уже в тушу. Дотопил по перфекта. И выигрывает пистолетку для Team Spirit. Четырнадцатый раунд для драконов на Дасте. Была бомба от Нави. Могут попытаться рожденные побеждать. Просто уже форсировать до последнего. Перекрашивайте карту в черно-белую обратно. Хм. Ну, с такими темпами, да. Карта Даст может закончиться очень и очень быстро. Торчики, пистолетки. Красиво бумыч работал. В принципе, у Нави была идея на раунд жесткая. На Spirit не отпускают ни тигры и не планируют этого делать. Ну, примерно, наверное, Spirit понимали, что будет за раунд. Но видишь, все равно в клатче пришлось. То есть, понимаешь, ты не понимаешь. Это, опять же, говорит о возможно форме. Ну, может быть, на шаг впереди Spirit и за счет того, что видишь, даст вчера видели от Нави. И какие-то паттерны в голове там засели. Ну, именно действия команды Нави. Три МПшки у нас. Скаут плюс МК у Мира. И в ответ два Калаша и Галил. Пока красиво через флешку проходит Декстра, уже находится энтри фраг. Этот на центре просто Мира. Забрали. Интересный момент. Только что был, походу, чисто без гранат. Сработали, выпустили симпла на охоту и тот дал фраг. Ах, поздняя поежка, наверное. Не, нормально. Показывает свой позитивный Декстр. Молик под ноги пятик поясом. Дайанг врывается в двери, но только ногу успел показать. И сразу же моментально отдается. Третий раунд, похоже, для Нави. Нам-дам, так и есть. Уже Спирит пытается спастись в этом моменте и подсейвить то, что у них есть на руках. Кстати, Чоппер так вот близко еще играет по отношению к игрокам атаки. Но меняет. Меняет позицию ближе к тиммейтам. Все логично. Нас тем временем, друзья, становится все больше. Уже больше 100 тысяч на трансляции. 102, если быть до конца правдивым. Всем добрый вечер. Это только начало сегодняшнего игрового дня. Это только первый нож, хотел я сказать, в этом дне, но нет. Киберспортивно четко. Перфект ставит хэдшот. Вот. И впереди еще финал. Гамбиты ждут себя соперника. У нас разыгрывается третье место пока на турнире. На StarLadder, CISR и Мэри. Ну и выход в финал, естественно. Все так и есть. Все так и есть. И два раунда отделяют пока что Team Spirit от того, чтобы выйти на третью решающую карту. Если Мираж выглядел без аутов для драконов, то DUST пока ровно наоборот. Выглядел до буквально последних раундов пяти, наверное, где Na'Vi начали хоть что-то забирать. Ну, вчера вот Гамбит с 3.15 до, по-моему, 8.16 доехали. Сейчас 3.14. То есть, в принципе, у Na'Vi даже есть шансы побороться. Ну, в голове так оно и должно быть, да? Еще за чистую победу. Почему бы нет? Но Спиритам, конечно, надо приложить все силы, чтобы не затягивать эту карту. А ставить на третью. Ну и у парней есть на это возможности. Расставили себя неплохо. Самдаянг в упоре играет с фармилкой. Слышат флешки. Ну, вот вам первый фраг на блюдечке. Дальше тиммейт. По хелпа не побежала. Вот он и Мир. МК подбирается. Мир погиб. Самдаянг уже в другой позиции с Кольтом. Параллельно перфекто забрали. И вот как бы 15-й с такими темпами, если Бумыч не возьмет капитанский кулач. Бомбу занесли. Ох, вот это может быть легкий фраг. Да. Тут, наверное, пинг все же решает. Вот что отрезают еще чуть-чуть здоровья и приговаривают двоих Мэджикс. Калашик забрать! Забрали ли калаш? Интересно. Но в любом случае Спирит завирают 15-й. Калаш успели унести максимально красиво от Спирит в раунде. Спецоперация длинные руки. Ну, жестко в итоге. Вот здесь как раз вдвоем распикали в конце. Видишь? Вот тут уже не оставляли опции битому сопернику. Бумыч вообще первый урон в раунде прилетел на длине. И как раз тут все и закончилось. 12 мапоинтов в распоряжении Team Spirit. Для Na'Vi 3 калаша Галил и 3 игрока с раскидкой. Все, на что здесь хватило их экономики. То есть первая карта у нас 16-5, а Спириты хотят сделать еще более разгромный результат. Можем жестче. Можем, да. Пока так и выглядит, что будет жестче. Ну, посмотрим. Опасный раунд на самом деле. Тут все равно в формилке есть провокация на миду. Флешка. Смачок на местном-то заканчивается. Мир не сориентировался уже по второму. Бумыч выползанием ставит этот хэдшот. 4 в 3 атака. Симпл еще фраг нашел. Снова приходится размениваться как-то по всей карте. Спиритом. Мэджикс открылся. Ну, как, основное место сражения — мидл. Тут вот сейчас одиноко выходит на лонг. Только сейчас электроник. Говорит, тут вообще никого нет. Играя против двоих, от этого можно что-то придумать. Но сражение на миду продолжается. Перфект настоял на своем прострел. Он забирает сам Де Янга. Борис один. Бомбу Нави будут подбирать. И у них... Будут ли подбирать? Вот надо за ней. Да, типа, 50 секунд. Ждут Элика. Элик, кстати, может стать последним, что увидит... Кого увидит? Мэджикс. Нет. Не последним так точно. Бомбу только сейчас подбирают. Мэджикс бежит на центр. Соберник, а ты симпулс даже в руках! Один на один против перфекта оказывается. Мэджикс. Может, не подозревать, что здесь второй. Перфекта тут как тут. И все-таки Илья берет этот раунд для команды Нави. Но, черт возьми, как же это было близко. Да, красиво. Ну вот где-то на удаче, возможно. Да, спрыгнул в КТ, они решили пойти мидл. То есть ждал второго вообще с базы Б. А если бы смотрел вперед, да, то, возможно, этот второй бы фраг сделал. Сейчас бы мы видели уже 16-3 счет. Пока напоминаем вам о том, что наши друзья из париматча разыграют 15 тысяч долларов среди главных знатоков Counter-Strike. На финале ставьте на конкретные события по типу опен-фрагов, по типу ноу-сколпов и попытайтесь побороться за такой солидный призовой фон. Ножей, гранат, убийства, смоков. mb.g.rmr. Переходите. Все у вас в станции. Так, ну экономику подрезали, конечно, спиритом. И вот, может быть, жестче уже и не удастся сыграть на карте DAS 2. В этом раунде бедненько, но чистенько. Два скаута, одна эммочка, отцепили уже Чопера. Сетап на шарте. Ну, нави заняли лонг и, как бы, понимая, что там денег, скорее всего, не очень много, даже если спириты с таким запасом по раундам сейчас рискуют закупаться в ноль, то все равно там, ну, не 5 эмок. Поэтому данные дистанции будут проходить лонг. Показывают на симпла, который через нижнюю темную. Ну, пока он не включится в эту перестрелку, уже проходится подъем. Мэджикса запустили в сайт. Его пока не обнаружили. Интересно так. Царь горы. Пытался прятаться, но не-не-не-не-не. Конечно, обнаружили. Подсадочка. Игра в тетрис от симпла не полетела изначально. Один фраг. Мир отвечает дважды. Он один в три. Как бы выжить с этой эмкой, думаю, сейчас Мир. Пока сделал вид, что отошел. Степом вернулся обратно. Но Бумыч очень осторожно играет. Хотя это его все равно не спасает в итоге. Только Бит угомонил Мира в этом раунде. В пятый для команды Na'Vi. Ну и все еще 10 раундов. Нужно взять еще подряд, чтобы выйти на допы. Все, жестче, чем 16-5 не получилось точно уже. Что? Есть понимание? Есть какая-то вообще? Ну вот будет этот камбэк или нет? Потому что я до конца сейчас не могу сопоставить как бы. Вот, кстати, интересно вопрос. Нужен ли этот камбэк сейчас вам? Ну, то есть или лучше уже просто третью карту с чистого листа начать? Ну, всегда лучше, наверное, даже сыграть овертаймы и выиграть со счетом 2-0. Понятно, что высока. Высока вероятность того, что вы просто вот тут все свои силы будете уже оставлять. А впереди еще Гамбит, у которых и без того преимущество в одну карту есть. Ну, ради, я не знаю, самолюбия. Ну, если там. Все же камбэк. Ну, я не знаю. Ну, вряд ли хоть один капитан из тысячи команд скажет, что все, хорош. Давайте на третьей карте мы их порвем, типа завязываем. Не сопротивляемся. Тем более Consolidation Final. А если такие капитаны есть, то этих команд названием мы никогда не узнаем. То в Consolidation Final они не играют, вероятнее всего. Да, да, да. Не доходят, банально, до такой стадии. 5 юспов. Укрепление базы B. Укрепление! Ну, один юспик нашли. Немного уже так пытаются отстреливаться. Тип Спирит. Какой-то бомбой на другом поинте. И выход задевается именно охоту, который пока приносит одно убийство. Потенциально может быть 2, если Симпла доберутся. Вот 22 хп. Ну, точнее, смотри, ничего не опасаясь. Да, есть за спиной тиммейт. 22% здоровья. Вам надо камбэчить. Кучу раундов. Калаш терять не очень стоит. Пошел давить. То есть, ну, уверенный в себе. У Na'Vi эта уверенность никуда не делась. Понятно, что там юспы. Все понятно. Но ждем еще одного оружия. На Ватспирит. Интересно, какая атмосфера сейчас, конечно, в ТСе. Рабочая. Ну, скорее всего, да. Как-то парни пытаются настроиться как раз. Не, ну, никакой паники. Просто разговаривают об моментах каждого следующего раунда. Получилось? Окей. Найс. Хорош. Все. Работаем дальше. Следующий раунд. Я не думаю, что там... Да, мы закамбэчим. Да, мы выиграем. Давайте, парни, собрались. Ну, вряд ли такое есть. Получится? Окей. Будет хорошо. Не получится. Спирит красавчики. И будем смотреть уже третью карту Инферно. Занять шарта. Смог на старт, на лонг. Опять же, все так поздно уже. Но по закупу далеко не идеально все у Спирит на руках. Младжик сыграет в упоре под банком. Он здесь один без хелпы какой-либо. Там сосредоточились на одном давно шарте два игрока с точки А. Смотрится мидл, смотрится темная. То есть пытаются, в принципе, пока что Спириты по всем частям карты не проворонить. Единственное, куда, наверное, вот так могут зайти конкретно и отрезать хелпу с точки А. Это действительно сплит на базу Б. Ну, а начинается все с лонга. Электроник под флешку Симпла минусует Мэджикса. Смочок от защиты Чоппер пополз работать под него. Нави будут рисковать или нет, вопрос. У них вот строго раскидки, наверное, на конкретный этот выход и все. Они заседают в центре этого смока. Чоппер на лонг смотрит. Ну, вроде подарочные фраги летели, но по итогу... Не, не, надо сейвить. Ну, ворвались прямиком в Чоппера. Вообще застали врасплох весь костяк Спирит под аппоинтом. Там действительно нужно сейвить Миру и Самда Янгу в этом раунде. Вот уже и седьмой в копилке у Нави оказывается. Вот уже и снова денег у Спирит не будет. Короче, игра постепенно затягивается. Да, отгрызают маппоинты один за одним. Уже серия из трех взятых раундов у команды Нави. Сейчас будет четвертый. Так потихонечку, помаленечку, знаешь, не заметишь уже и какая-то потная концовка начнется. Но, опять же, Нави нельзя ни разу ошибаться. То есть надо сыграть вообще идеальную, суперидеальную атаку. Мир, проверка, что происходит на миду. Попытка активного сейва с зарабатыванием. Ну, так, чтобы тебя не загнали, да, еще и денег, и самого себя сохранить. Но нет, нет, и еще раз нет. Самда Янг с МПшкой 4 в 1 раунд заканчивается. 600. Дальше дело не пойдет. 15-7. Все равно придется играть на экономику. В этом раунде решили не трястись за свои девайсы. Небольшие повторы. Самый интересный момент был действительно здесь. Бумыч в упоре так классно умудрился ворваться прямиком на Чопера. Тут не сориентировался. Не отпустил гашетку и вдаль дотопил. Ну, вот где-то один Тесес позавидовал сейчас. А кто это? Кто такой Тесес? Знать таких не знаю. Ну, очередной раунд против пистолетов. Пока Na'Vi вот так вот раунд за раундом забирают в рабочей атмосфере. В принципе, закручивают этот камбэк. Сдвоенный энтри от электроника. Можно меняться позициями. Можно постепенно выдавливать один из пунтов. Например. Ну, вот смущает, конечно. Не слишком ли поздно? Na'Vi включились на серваке. Но пока у соперника нет шестнадцатого. Значит, не слишком поздно. Это же получается, они камбэчуются со счета... Ну, пытаются, да, камбэчуются со счета... Тринадцать-тринадцать-три. Ну, да. Ну, двенадцать-ноль. Потом двенадцать... Тринадцать-два. Четырнадцать-два. Четырнадцать-три. Да, пятнадцать-три. Тот самый счет, с которого ВП вырулили. Но пока они единственные и неповторимые, кто сумел это сделать на Дасте. Были у нас, кстати, уже такие счета просто на этом турнире. Пятнадцать-три на Дасте. Но никто пока не возвращался. Попытаются это сделать на... В том числе и Гамбит вчера, да. Попытка не пытка, конечно. Хотя, когда тебе еще играть, возможно, четыре карты сегодня, тут надо очень грамотно подходить к распределению своих ресурсов. Ну, там, походу, психология победителя, наверное, такая. Камбетчем здесь допы выигрываем и с шикарным настроением идем на финал. Чем сдаемся, капитулируем на карте Даст, как-то выигрываем Инферно. Уверенно, не уверенно, там уже непонятно. Но выигрываем, да? Да, да. Один раунд. Один злосчастный раунд. Появляются две снайперские винтовки. На лонг команда нами пока что не пошла. Традиционно для себя, ну, частенько так начинает прорабатывать миддл. Далеко стали играть спириты. То есть не позволяют себе риска, а возможно и стоило бы. Запас есть, просто потом вы себе его уже точно не позволите, когда будет там 15-12, 15-13. А вот сейчас еще такие моменты, переиграть именно инициативой какой-то придумкой. Да, там были сетапы два шорда, лонг ходили, но это ничего не работало. Ну, окей. Ну, опять оставляют Мэджикса в упоре под банкой. И опять двое смотрят на шорт. Тут у спирит мало что изменилось, кроме как в качестве девайсов. У атаки с другой стороны вектор меняется. Вот этот момент интересный. Заворачивать на тэшку, походу... Ну, разве что люрки расставят. Какого-то сплита через центр мы не увидим. Хотя два игрока смоки набрасывают. Еще не факт. Мир, коктейль в одну сторону, дым в другую. Так, заранее тут сам Боян тратит свой смог, потому что в прошлой игре против Na'Vi, тут у него такой моментик, где он растерялся. Сейчас все у Виктора отлично было, но заходит двумя фронтами атака. Мир из машины только один фраг. Будут ли выбивать спириты? Ну, три в три оказались. При этом уже под поставленной бомбой есть Чоппер. Тэшку проходит два игрока защиты. Флэшка смока имеется. Смок, кстати, был у Чоппера. Мог кросс положить смок и попытаться как-то промутиться в него. Там еще и флэшку бы накинули. Ну, вот, возможно, Декстер бы это сделал. Но эта комбинация не была даже начата. Девятый раунд для Na'Vi. Воу! Шесть подряд, да, получается? Получается, что так оно и есть. Шесть подряд взяли. И еще шесть раундов впереди. Все просто, все понятно. Ни одной ошибки не допускать. И, в принципе, в такое вполне себе можно поверить. Осталось еще и не выпустить этот авик Декстера на руках. Но в итоге все игроки Na'Vi погибли. Ну, это мелочь такая. Там 11-400 там денег. Для атаки роли вообще никакой не играют. Да, да, они на последнем раунде там висят. То есть выигрывают так или иначе, им дают деньги. И все, закупка будет. Ну, смотрим дальше. Через одно АВП. Спириты. Быстрый лонг от Симпла. Попытка врыва. Тут, кстати, в соло. Ох, флешка в глаза. Слава богу, для игрока Спирит, что ушел. Потому что мог бы сейчас стать бесплатным подарочным энтрифрагом. Ну, это да, тонкий момент. Когда, как получается, снайперам распикиваться. Атака занимает ли, ну, забесплатно в этом раунде. Вообще. Возможность развернуться как угодно есть. Симпл, конечно же, ею пользоваться будет. И парни вот так вот, как бы. Раз уж даете разыграть длину, мы ее, естественно, будем отыгрывать. Параллельно парный выпад. Спирит под шорт показывает. И двое игроков с бэпуэнта тоже под мид выходит. Это, кстати, жесткий момент на сбор инфы. Пытаются показать нам спириты. Но ирония судьбы в том, что сейчас Нави в одной команде фас от выхода. Бумыч разбрасывается. Да, и пошли его замыкать. Как раз-таки у нас в темной. Бумыч принимают тепленьким. Электроник отстреливается по лагу. Единственный фраг. Второй счет от него же. Три в три уже. На точке А более никого не присутствует. На волоске от смерти. Элик остался. 2% здоровья. Молик в плент. Опасно. Ну вот Элик и довзорвали. Я уже даже немного готов. Немного смущает, что оба на гусе. Надо как-то второму сменить здесь позицию Нави. Они не понимают все еще всех точек. Симпл через флешку просто проходит. Перфект остается последним. Пока лежит смок нормально. А вот дальше. Дым уже вот рассеется. Оба с подъема. Застелят или нет. Подразмен пытаются действовать. Перфект никого не замечает. Все-таки 16-9. Победы команды Team Spirit на собственном выборе. И они отправляют нас с вами, уважаемые дамы и господа, на третью карту. Решающую это будет карта Inferno. На последнем таймере все-таки бомбу раздефьюзили. Но, тем не менее, Spirit действительно выигрывают. Здесь карту DAS 2. Продолжая свой невероятный стрик, уже 9 карт DAS 2 подряд Spirit выигрывают. При этом вы видите, какие у них соперники. Spirit и красавцы. Спасибо Нави за попытку камбэка на этой карте, наверное, потому что первая половина смотрелась весьма и весьма однокалиточно. Да, попытались. Ну и в целом, получается, 15 из последних, 17, начиная с апреля месяца, Spirit и DAS 2 выиграли. Грозная сила. Возможно, кстати, даже получается, что лучшая карта на данный момент у команды Spirit. Та карта, на которую они действительно могут надеяться. Ну и вот эта плавающая история у Нави. То выигрывает, то проигрывает. Пока не до конца понятно. Друзья, сейчас будет небольшая пауза. После нее наша несравненная студия аналитики включится с разбором карт DAS 2.